Бетонные работы являются важным и ответственным этапом в строительстве дома. И работы эти начинаются с возведением фундамента. А фундамент, как известно, это основа дома. И несоблюдение простейших правил при укладке бетонной смеси может иметь такие последствия, как появление трещин, пустот, недостаточная несущая способность и маленький срок эксплуатации конструкции. Что же необходимо знать, прежде чем приступать к заливке бетона? Во-первых, необходимо правильно рассчитать объем заказываемой бетонной смеси. Объем бетона рассчитывается исходя из геометрического объема конструкции. При расчете обычно не вычитают объем арматуры и труб теплого пола, если это утепленная шведская плита. Кроме того, следует учитывать возможные технологические потери. Что-то останется в бетононасосе, что-то прольется за пределы опалубки. Поэтому лучше заказывать бетон с небольшим запасом. Во-вторых, бетон-фундамент нужно заливать за один раз, для того, чтобы получить монолитную конструкцию. Поэтому при больших объемах бетонирования желательно отказаться от идеи самостоятельного замешивания смеси и заказать бетон в миксерах. В-третьих, бетон следует заказывать напрямую с завода и отдавать предпочтение тем производителям, которые прошли добровольную сертификацию. При этом, чем ближе расстояние от завода до объекта, тем лучше. Необходимо также помнить, что без специальных пластифицирующих добавок цемент начнет схватываться в течение 45-50 минут. Пластификаторы же увеличивают срок жизни бетона до 3 часов. Марка поставляемого бетона должна соответствовать требованиям проекта, но лучше взять небольшой запас прочности. При поставке бетона поставщик должен предоставить следующие документы. Товарно-транспортную накладную, паспорт качества и копию сертификата. Наличие этих документов является некой гарантией того, что поставляемый бетон соответствует заявленным параметрам. Потому что при приемке, когда нужно принимать решение здесь и сейчас, не существует способов оперативной проверки качества бетонной смеси. Однако рекомендуется проверить осадку конуса. Если она соответствует заявленной паспорте, то с большей долей вероятности можно утверждать, что поставляемый бетон является качественным. Очень важно укладываемый бетон в обязательном порядке вибрировать высокочастотным вибратором. Но тут главное не перестараться. Максимально допустимое время нахождения булавы вибратора в одной позиции не должно превышать трех секунд. В противном случае бетонная смесь может расслоиться, щебень и песок осядут, а цементное молочко всплывет наверх. Особое внимание следует уделять соблюдению регламента работ при окружающей температуре ниже 0 градусов. Зимой фундамент набирает прочность достаточно долго. Так, например, при температуре минус 5 градусов бетон наберет 70% прочности ориентировочно за 25 дней. Поэтому в зимний период при отрицательных температурах в бетонную смесь в обязательном порядке должна добавляться противоморозная добавка. Добавка препятствует замерзанию воды в бетоне при транспортировке и до схватывания. Однако одно лишь наличие противоморозной добавки не избавляет от необходимости прогревать залитый бетонный фундамент как минимум до набора критической прочности, после которой дальнейшие замораживания и оттаивания не повлияют на свойства бетона. Временем критического набора прочности можно считать трое суток. Чем ниже температура, тем сильнее увеличивается этот срок. Поэтому для достижения критической прочности при отрицательной наружной температуре используется метод термоса, это укрывание бетона для удержания тепла, образующегося при твердении, и метод воздушного прогрева тепловыми пушками. Спасибо за внимание. Если посчитаете информацию полезной, поставьте лайк. А я желаю вам удачи, всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok